Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я замужем 13 лет, трое детей, поняла, что не люблю мужа, мне противно близо с ним, я её терплю. Он очень угромый человек, давит на меня, постоянно критикует, но семью меня страшно разрушить. Как посмотреть на него новыми глазами и как полюбить? Скажу сразу, что способов полюбить нет, нельзя заставить себя полюбить. Я бы сказал, что можно как-то начать человека идеализировать, да? Но сделать это можно только, на мой взгляд, в рамках, скажем так, в рамках какой-то потребности. Ну, ваши потребности конкретно, конкретно ваши потребности какой-то. Можно это сделать, да? Вот. И сделать это, ну, вот, далеко не всегда получается. Вот, не у всех это получается и не всегда это, я бы сказал, что полезно. Поэтому, 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 давайте мы с вами здесь сделаем следующее. Вы говорите о том, что вам же вы за человеком тринадцать лет у вас трое детей. Значит, смотрите, начнем мы, начнем мы, пожалуй, что со следующего. Начнем мы с вами с того факта, чтобы посмотреть, чего между вами общего, между вами и мужем общего, что было как-то, ну, изначально. Вот. То есть, вы же как-то выбрали его, такого, угру, угру, угрумого. Вот. Вы же как-то выбрали его, такого, давящего, такого критикующего. То есть, как-то вот это произошло. Вот. Вероятно, человек изменился. Ну, со временем. Да? Вероятно. Вероятно, со временем человек начал вести себя по-другому. Ну, вот, вероятно, человек со временем начал вести себя иначе. Как-то. Не так, как он себя вел. С вами, изначально. Если это так, то мы в таком случае имеем дело с чем? Мы имеем дело с обидами определенного роля. Вот. То есть, мы имеем дело именно с тем, что вам мужчина сейчас противен. Именно потому, что у вас накопились обиды на него. Негатив, может быть, агрессия даже. Вот. И вы с этим ничего не делаете. Вы никак не выражаете, вы никак не проявляете своих чувств. Вот. А чувства, да. Чувства, они вот дают о себе знать. Ну, к сожалению, они о себе дают знать. И ваша задача эти чувства все выразить. Вот. Потому, что сейчас они, возможно, перекрывают все остальное. Перекрывают все остальное. Ну, вот. В вашем отношении, да. В вашем восприятии мужа. Именно мужа. Вот. Если эти чувства выразить, то, может быть, может быть, вы увидите там вот след за этими чувствами, вы, может быть, увидите любовь. А может быть, не увидите. Вы говорите, что он грумый человек. А Пак? Как будто бы. Вы заметили, что он грумый только сейчас. Но он же, вы же понимаете, что он не только сейчас стал таким. Он был таким. А если он стал таким, то он стал таким с вами. Как будто бы. Значит, ваше поведение, в том числе, как-то поспособствовало таким его переменам. Вот. И тут само собой нужно поисследовать, что именно, как именно, какой именно ваш вклад был вот в изменение человека. Скажем так. Да. Вы говорите, что он вас критикует и вас это, очевидно, задевает. Вот. Тоже очень важно, на мой взгляд, увидеть, как вас это задевает и чем. Вот. То есть на что, грубо говоря, постигает супруг. Вот. Действуя таким образом. И, в общем-то, увидев в этом свою проблему и решив ее. Как мне кажется, эта проблема связана с тем, отчасти, что вы боитесь вам страшно разрушить мир. Вот. То есть вам страшно остаться без вот поддержки. Ну, очевидно. Ну, очевидно. На мой взгляд. Вот. А, значит, то, что вы, как мне кажется, боитесь, значит, ну, вот, разрушения, да, как вы говорите, семьи. Вот. Это история про тревогу. Тревогу перед неопределенностью какой-то. Ну, в первую очередь, это неопределенность. Это тревога перед неопределенностью. Это тревога перед, ну, перед будущим. Вот. А, тут нужно опять же посмотреть, как вышло так, что вы себе не доверяете. Потому что это про недоверие себе. Это про очень сильное недоверие себе. Как мне кажется. Опять же. Да. Не претендуй на их. Вот. Страх одиночества, может быть, может быть, тоже, ну, имеет место быть. Страх вот не справиться там, ну. Ну, значит, с чем-то. Вот. То есть вариантов довольно много. Но чего вы боитесь? Это очень важно. Очень важно увидеть то, чего вы боитесь. с чем-то. Вот. Дальше. Идем. Следующий момент. Вы пишите, как полюбить и как посмотреть на него другими головами. А что это значит для меня? Для меня это значит, в первую очередь, что вы готовы себя ломать. Вот. То есть мы готовы себя ломать, мы готовы как-то себя подавлять. Вот. Ну, подавлять себя и дальше. Вы готовы. Вот. То есть это история про, опять же, про заниженную самооценку. Вот. И работать, наверное, нужно над тем, чтобы ее, чтобы свою самооценку поднять, поднимать. Точнее. 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 То есть это какая-то вот такая Аполло на себя. Вот. Ну, в большей, в большей степени. Вот. Да. Должна, должна быть здесь. На мой, на мой взгляд, опора на себя. Больше опоры на себя. Ну, больше опоры на себя нужно. Вот. Сейчас у вас этой опоры на себя нет. Вот. И, само собой это. Ну, это проблема. Вот. И проблема большая. Для, ну, для вас, да, для, в целом для отношений. Вот. То есть я не в данном случае, ну, как бы, хочу сказать в данном случае. Вот. Что. Может быть. Такая история. Может быть. Такая история. Такая ситуация. Когда. Человек. Такая история. 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 Ну вот, понимаете, да? Ну вот таким вот может быть не очень идеальным способом, да, может быть таким вот деструктивным даже способом. Вот, но справляется так, как у него получается. Поэтому, если вы, например, берете часть ответственности за свою жизнь на себя. То ситуация может измениться в лучшую сторону, конечно. Вот. И вам, на мой взгляд, если и стараться стремиться, чтобы семью сохранять, то никак не из страха. Никак не из страха. Потому что делать это из страха, ну, на мой взгляд, означает обрекать на страдания и вашего мужа и вас саму. А я опять же не думаю, что, а, и детей ваших, и ваших детей, конечно, тоже. А значит, дети ваши тоже, ну, тоже, ну, тоже будут страдать. Вот. И ничего хорошего из этого, в принципе, получиться не может. Ну, на мой взгляд. Вот. Вот. То есть, в этом смысле, обглавляться вот такой вот немножечко позиции жертвы, в которой вы сейчас находитесь. Вот. И больше как-то все-таки занять позицию вот такой вот личной ответственности. Ну, ну, на мой взгляд. И исходить как-то больше именно из этой, ну, из этой позиции. Поработать, значит, со страхами, да, своими. Вот. Поработать с переживаниями, посмотреть, где можно как отношения гармонизировать, потому что отношения можно гармонизировать, если вы, например, будете менять свою позицию, да, если вы будете менять свое, ну, поведение. Вот. Это все, ну, более чем возможно, более чем реально. Для этого вам нужно разобраться в том, где ваши проблемы, ну, ваша собственная, где ваша собственная проблематика находится, лежит. А где проблема именно в отношениях, в каком-то, ну, не знаю, не соответствует, да, вот, вашим, там, грубо говоря, ну, вашим ценностям, да, вашим, вашим взглядам и так далее. Вот. Это тоже все очень важно. Я бы не, я бы не обесценивал это, потому что это важно. Вот как-то так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Дальше, чтобы кого-то любить, нужно, наверное, сначала, ну, полюбить себя. Вот. А если вы к себе, сами к себе относитесь посредственно, вот, позволяете себе что-то терпеть, позволяете, значит, как-то вот, например, себя подавлять, ну, допустим, допустим, то сложно любить кого-то в такой реальности. Я бы даже сказал, что вероятно невозможно любить кого-то. В таких, ну, в таких условиях. Понимаете, да? Поэтому, наверное, речь идет о помощи, чтобы обрести какую-то внутреннюю, внутреннюю гармонию для начала. А больше уже смотреть, что вы хотите с этим делать. Что вы хотите делать со своей силой, что вы хотите делать со своей энергией. Вот. Как вы хотите действовать. И так далее. То есть это вот очень, на мой взгляд, важный аспект, на который нужно обратить, обратить вам свое внимание. Ломать себя в любом случае нехорошо. Ломать себя в любом случае приведет только к ненависти. На мой взгляд, вы находитесь, сейчас вы находитесь на этом пути. На пути. На пути. На пути. На пути. к такому, может быть, полному неперевариванию своего мышца. Ну, понятное дело, что ничего хорошего, опять же, этого не получится. Вот. Поэтому. 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 Я бы рекомендовал вам, значит, пойти на психотерапию. Вот. И добраться в себя. Вот. Если ваш муж. видит проблему. То есть он считает, что то, что вот между вами, например, происходит. Это проблема? Вот. То можно, в принципе, и вместо обратиться к психологу. Вот. Можно вместо пообщаться. Можно вместо, значит, поговорить. Вот. И как-то лучше себя услышать, понять и увидеть. Вот. Просто в целом, ну, сейчас, ну, сейчас, ну, сейчас я не знаю. Ситуация выглядит максимально таким образом, что вы хотите остаться и полюбить, значит, своего мужа только потому, что боитесь от него уйти, боитесь строить семью. Вот. Боитесь не справиться самостоятельно. Вот. И эта история про такую очень, я бы сказал, сильную, ну, какую-то жертвену. про очень серьезную жертвенность, про очень серьезное обесценивание себя. Про очень, про очень сильное недоверие себе. Вот. Из таких данных я бы сказал, что отношений хороших, качественных, гармоничных не построить. Вот. Ну, нравится вам это или нет? Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я думаю, что вы, конечно, большая молодец, что обратились за помощью. Я думаю, что вы большая молодец, что озвучили проблему. Вот. Ну, это просто. Только вот сейчас это первый шаг, который вы сделали. Вот. Шаг такой, довольно-таки, как мне видится, робкий. Вот. Вот. Но, тем не менее, всяк вас. И то, что вы его сделали, говорит о вашей готовности что-либо менять. Говорит о вашем желании, стремлении что-либо менять в твоей жизни. И мы, психологи, вам в этом готовы помочь. Удачи вам, всего самого доброго.